Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня. Сегодня у нас уже 19 марта 2019 года, вторник, всегда про НТВ день, поэтому всех приглашаю к активной работе сегодня. Давайте с вами посмотрим, что нам говорит технический анализ, затем фундаментальный, и примем решение, как мы будем действовать сегодня. Криптовалюта, друзья, вчера она ударила в отметку 4 тысячи долларов за один биткоин, это очень хорошо, об этом много говорят, сегодня обсуждают, этот уровень был сильным сопротивлением не один раз, пока он тоже выступил в такой роли. Хотелось бы, конечно, увидеть пробой, но тем не менее, друзья, мы опускались до уровня, вот в последнее время, давайте посмотрим, значит, у нас в декабре мы были на уровне 3 тысячи 120 долларов за один биткоин. Сейчас все-таки 4, это я хочу сказать вам за 3 месяца, это нормальное, нормальное движение такое. Так что ждем, ждем дальнейших подвигов от биткоина, но пока боковик. Пока вчера отбились все-таки от этого уровня, сегодня опять мы не смотрим. Мне кажется, сегодня по биткоину продажа, тем более есть по нему не очень хорошая новость, вернее смешанные новости, есть и хорошие, и плохие, поэтому как торговать пока непонятно, но смотрит биткоин все-таки вниз. Эфириум, та же история, вдавился в свой сильный уровень сопротивления, 137,97, 137, можно сказать, ровно, долларов за один эфириум, что сейчас опять смотрит вниз. Рипл вообще, ну вчера снизился, кстати говоря, на сегодня стоит в размышлении, посмотрите, какой можно даже более узкий торговый диапазон поставить. Вообще диапазон на уровне спреда последние пару недель. Нет рынка, остановился рынок, и продавцы продавать не хотят, поэтому не падает дальше, и покупатели не хотят покупать. Американский сорт нефти, друзья, мы торгуем с вами майский уже контракт. Нефть вчера показала бай, монета, а сори, 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 это у нас часовой график, монета показала бай, бай состоялся, о, ставим плюсик, на прошлой неделе монета показала 80% результаты, на этой неделе уже один плюс есть, это хорошо. Ну и нефтюшка, посмотрите на дневную графику, вот как ее здесь шортить, я даже не представляю. Я не очень понимаю, почему такой рост у нас красивый хороший, но это не обязательно, увидеть тренд, не понимая его, это нормально. Заработать на финансовых рынках, ничем не понимая в финансовых рынках, это тоже нормально для некоторых людей. У нас это не получится, потому что мы уже кое-что знаем, мы уже замутнили свое сознание некоторыми знаниями, некоторые даже очень большими знаниями, прямо скажу. И книг читают много, и практика, опыт большой. Но тем не менее, друзья, если вы не понимаете сейчас, почему нефть растет, не задумывайтесь над этим. Нефть растет, все, вот два слова, нефть растет. Купили нефть и стоим. Следующая цель, наверное, где-то вот здесь, да, такой конус нарисуем, ну и куда-нибудь, мне кажется, даже повыше можно поставить, потому что день-то уже начался новый. На мой взгляд, куда-нибудь в отметку 60.38 мы удалиться можем. Это ровно доллар. Да, вполне себе, с точки зрения этих анализов, цель выглядит легитимно. Наблюдаем. Индекс доллара, коллеги, вчера мы обсуждали с вами тему, будет ли пробой, закрытие ниже этого уровня восходящего, нижней границы восходящего тренда, и нет. Получилось, закрылись ниже. Сегодня опять идем вниз. Да, внизу сильную отметку 95.76 не пробили по индексу доллара, но картинка выглядит тревожно, на мой взгляд. Здесь мы дважды не пробили, это январь-февраль, а вот в марте пробили, и идем уже с нового уровня ниже. А здесь я бы уже поставил уровень Фибоначчи, друзья. Уровни Фибоначчи. И смотрел бы, пробьем ли мы вниз уровень 50. Даже уберу этот предыдущий лоль. Он сейчас в роли особо, может быть, уже не играет. Просто давайте посмотрим, пробьем ли мы 50 отметку, или она нас откинет назад. Для меня такая золотая середина – это критически важный уровень. Далее, коллеги. Поэтому сегодня индекс доллара больше вниз, еврик, поэтому больше вверх. Но обратите внимание, он подошел к верхней границе. Да, он проколоть может. Ну, допустим, такие типичные проколы приблизительно вот такого уровня. Ну, вот 500-20 наверх он еще может запросто проколоть. Это как с добрым утром. А дальше будет ли он удерживаться или откатят его. Посмотрите, как формировался уровень. По три дня. И здесь вообще четыре дня шпили. И откинули. Здесь вот такой же шпиль может быть, потому что мы первый раз ударили верхнюю границу. Мне кажется, вполне-вполне можно в еврике постоять наверх. Пунтик. Ну, смотрите, что творится вообще. Вниз-сверх. 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 Ну, просто уже когда пять раз одна и та же картина, наверное, четыре раза, да? Четыре раза одна и та же картина. Наверное, хочется и продолжить теперь наверх эту, так сказать, историю, да? Ну, да. Фунтик, наверное, скорее вверх, чем вниз. Хотя, напомню, с Брекзитом своя отдельная история. А доллар и иена почему-то вниз. Индекс доллара вниз. Доллар и иена вниз. Редкий случай, когда рыночное движение вниз. Доллар-франк абсолютно рыночный. Он гораздо более рыночен и техничен. Поэтому здесь верю. Вот, кстати говоря, продажа доллар-франка выглядит более-менее интересно. Единственное, что здесь смущает абсолютный паритет. Сейчас мы стоим ровно 1-0-0-0, если кто-то видит за циферку. 1-0-0-0-0. Вот. Пробьет, не пробьет, но идет уверенно вниз. Я уж думаю, должен взять. Давай, доллар-франк, падай. Доллар-канадец. Вниз, но очень немного. И здесь вчера закрылись на открытии. Здесь рынка нет. Австралийский доллар снижается почему-то на падающем индексе. Новозеландский растет. Новозеландские больше верят в рост. Золото растет. Цель есть. Легитимная. 1 308.90. То есть 3 доллара запросто можем здесь постоять, на мой взгляд. Серебро, та же история, можем поставить до 15.44. То есть 10 центов. Для серебра это хорошие деньги. Ну и американские фондовые индексы, как часто бывает, растут на падающем индексе доллара. В частности, фьючерс на Dow Jones сегодня в росте. NASDAQ в очень небольшом плюсе. NissanPay в небольшом плюсе. Вот это вызывает чувство тревоги. Как бы не остановили доллар. Да, друзья? Наблюдаем. Хотя сигналы к тому, что индекс доллара может пойти вниз есть. Но другие валютные пары. Фондовый рынок немножко вызывает чувство тревоги. Но давайте наблюдать за отметкой 95.80 на часовом графике. Как наиболее сильной. После ее пробоя вниз, мне кажется, должны, должны мы двинуться по индексу доллара дальше. К своей отметочке, напомню. Это какая отметка? Ниже 95.69. Это большие деньги движения здесь. До отметки 50. Уровень 50 по уровням Fibonacci. Да, индекс доллара, мне кажется, можно постоять вниз. Соответственно, еврик или доллар-франк. Можно доллар попродавать. Мне кажется, доллар-франк как-то живенько идет. Давайте часовой график посмотрим. А посмотрите на часовом графике. Сейчас доллар-франк какое впечатление хочет пробить свой уровень. Мне кажется, если где-то пробьет, то вот здесь вот. Этот уровень ровно единица, паритет. Хотя там единица с четырьмя нулями тоже серьезно. Нет, друзья, давайте смотреть. Давайте смотреть, пока индекс доллара не пробьет 95.80 вниз. Тоже все рискованно, однозначности нет никакой. Макроэкономические новости, друзья. Bitcoin, как я сказал, достиг отметки 4000. Это впервые с января. Но есть плохая новость о криптовалюте. CBOE, биржа в Чикаго, прекратит листинг биткоинных фьючерсов на биткоин, поскольку интерес к криптоторговле упал. Это серьезно. А с другой стороны, смотрите, какая новость. Visa откроет криптовалютное подразделение. Сейчас она ищет сотрудников, которые будут в нем работать. Вакансия менеджера, отвечающего за реализацию стратегии корпорации по развитию в криптовалютной экосистеме, опубликована на сайте smartsecretist.com. Ссылочку на публикацию в ведомостях даю. Поэтому можете на эту страничку зайти, посмотреть, какие требования по вакансии, и предложить свою кандидатуру. Почему нет? Это очень интересно. Далее, коллеги. Тревожная новость по российскому рынку. Роман Абрамович и другие крупнейшие акционеры Евраза, и их партнеры, выставили на продажу 1,8% компании Евраза, естественно. Это вторая за неделю крупная сделка с их участием. 13 марта они продали 1,7% норильского никеля за 550 миллионов долларов. А что вам хочу сказать, друзья? А только у меня возникает чувство тревоги, что народ вообще-то разбегается, что так-то все сбрасывается. Абрамович-то еще пробежал из России. О, как интересно. Это тревожная новость для российского фондового рынка. Далее, друзья. Владимир Путин, президент России, подписал закон о блокировке недостоверных и искажающих фактов новостей. Страфы за их распространение составят до 1,5 миллионов рублей. Друзья, это очень тревожная такая новость, конечно. Резко, на мой взгляд, изменяющая ситуацию на информационном рынке. Поэтому следите за словами. Знаете, у нас очень много грамотных юристов. Любое слово сказанное, вы можете сказать, у кого-то чиновника галстук некрасивый. А фейковую новость, недостоверную новость распространяете, потому что она галстук красивый. Все ведь субъективно, понимаете. Поэтому это очень тревожная новость. И она существенно окажет влияние на российский информационный фонд. Ну и на финансовые рынки в том числе. Особую тревогу у меня вызывает, не скажу что, потому что уже закон подписан и вступил в силу. Ну что, я при советской власти жил, всю жизнь молчал. Поэтому с сегодняшнего дня замолчать по некоторым вопросам придется. Ну, слава богу, по финансовым рынкам пока прогнозировать движение курса валют можно. А Ник к фейковым новостям, если прогноз не оправдался, он к фейковым новостям не относится. Это обзор рынков аналитика. Аналитические обзоры разрешены. Поэтому только не трогайте, ради бога, больше ни власть, ни критики никакой, ничего. Вот полтора ляма выпишут и пойдете всю жизнь рассчитываться. Все понятно. Только по рынку. По рынку можно. Хорошо. Хорошо. Все, друзья. Давайте посмотрим, что у нас на чемпионате мира по трейдингу. Про чемпионат мира по трейдингу можно. О, это хорошо. Мне главное, чтобы вот это не запретили. Рынок, чемпионат мира по трейдингу. Далее, коллеги. Ну что, наш лидер наращивает преимущества. Евгений Питерский, действующий чемпион мира 2018 года, претендует в полный рост на Кубок Питрейд ТВ. Лучший трейдер первого портала 2019 года, который будет разыгран уже 29 марта в 10 утра. Мы узнаем, у кого прирост будет больше, тот и победит. 10 дней ему осталось удержаться в лидерах и выиграть очередной кубок. Он вообще, я вижу, вознамерился выиграть все шесть кубков этого года. Кто осмелится бросить ему вызов, мы узнаем. На втором месте, друзья, у нас Александр Кравчук. 18,2%. Титан, не случайно название он себе выбрал. На третьем месте, Хайлок, 17,22%. На четвертом, Александр Шеренков, 16,4%. И на пятом месте, 2,8%. Тема из команды Александра Шеренкова. У Владислава Самородова по-прежнему 2% в плюсе. На шестом месте, стратегия OpenBanks. Другие коллеги борются с просадками. Ждем, ждем, друзья, вашего движения наверх. С удовольствием будем рассматривать и комментировать. Ну что, друзья, подводим итоги. Давайте спросим у монеты, что она думает на сегодняшний день по поводу нефти. Майский контракт, WTI, напомню. Бросаем. Константин Ставрополь пишет. Давайте позовем Хуизита. Хуизит, конечно, позовем. Хуизит, приходи. Мы хотим вас видеть в чемпионате мира по трейдингу. Чтобы вы тут пришли, порядок навели, понимаешь. Чтобы другой был чемпион. Это шучу, друзья, это провокация. Я болею за всех. Просто Хуизита зову. Давай, давай, конечно. Сейчас Хуизит покажет 30% за один день. Все, за кое начнется. Ну а еще раз повторю, я болею за всех, потому что мы все друзья. Кто победит, тот победит. Я буду искренне рад за любого нашего участника. Все, друзья, монету бросаем. Майский контракт. Телл пишет сегодня монета. Макроэкономические новости у нас сегодня. Вторник. А ничего нету. Только вечером 23.30. Ну да, 23.30 недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти. А вечером просто голосование в парламенте Великобритании по соглашению о Брэкзите. Ну да, у них до 20-го числа срок. Они сегодня голосовали. Так фунтик опять вечером сегодня подкинут. Опа. Интересно. Все, друзья. Подводим итог. На мой взгляд, сегодня американский сорт нефти может пройти наверх. Индекс доллара может пройти вниз. Поэтому продажа доллара под тем инструментом, в который вы верите больше, что они сильнее укрепятся к доллару, пожалуйста, это может быть и евро, и золото. И швейцарский фронт, кстати говоря, да, он стоит на сильной отметке один, на полетете он стоит, один с четырьмя нулями. Но если пробой состоится, он полетит сильно, поэтому там есть о чем поговорить. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.